Южноуральский госуниверситет был организован в 1943 году. Тогда это был механико-машиностроительный институт. Здесь готовили работников и научных сотрудников, которые помогали на различных производствах. Кировском, Мяском, Автомобильном, Челябинском, Металлургическом заводах. В первые годы существования институт находился в разных частях города. В 4-й школе около вокзала, в здании нынешнего детского мира. А здание главного корпуса построили только в 1960 году. Подробнее о нем мы поговорим с доцентом кафедры теологии и культуры и искусства Евгения Иконышева. Здравствуйте! Расскажите, в каком архитектурном стиле построен главный корпус? Поскольку здание проектировалось и начало его строительства относится к началу 50-х годов, то стиль здания во многом определялся господствующими тенденциями в архитектуре СССР того времени, а именно стилистикой неоклассицизма. Здание должно было подражать зданию Московского государственного университета на Воробьевых горах. Первый проект, который создавался московскими архитекторами, он предполагал важнеобразное завершение здания со шпилем. Строительство здания было завершено в 1960 году. Время второй половины 50-х годов в СССР известно как борьба с излишествами в архитектуре. В результате получилось здание всего лишь в 7 этажей. И только уже в 90-е годы, после создания Южноуральского государственного университета, было принято решение о том, чтобы придать зданию новый имидж, вернуться к первоначальному проекту начала 1950-х годов. Здание было достроено до 9 этажей, 10 этажей в центральной части, и плюс еще башня и шпиль. В результате мы получили высоту 86 метров. От неоклассицизма в здании остались стилизованные пилястры, изображение венков под окнами. Это все отголоски того самого стиля, в котором первоначально предполагали построить здание Юргу. Кроме того, еще здесь нужно отметить про скульптуры, которые украшают. И мы можем видеть перед зданием университета статуи студента. И на здании университета скульптуры, которые соответствуют, собственно, образу учебного заведения. Это Прометей, который несет факел знаний. Это богиня победы Ника, которая несет венок славы. В 1997 году учебное заведение из технического сделали классическим, поэтому и называться он стал Южноуральский государственный университет. Добавились гуманитарные специальности. Например, юрист, журналист, переводчик и другие. С 2010 года он единственный на Южном Урале и имеет статус Национального исследовательского университета.